МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске на всякий пожарный. Большая просьба пожарникам знать схемы садоводческих товарищей. Дачники экстренно вспоминают правила противопожарной безопасности. Под новой кровлей. Все работы подрядчик производит самостоятельно, своими силами. В Тюмени приступили к капремонтам. За что собственники смогут призвать к ответу, спросим у гостя. Последний герой... ...16 танков подбил. ...знают только из одних уст. О заметном и важном из жизни города региона. Точнее, в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта. Здравствуйте. Майские праздники у горожан принято встречать на природе. Но несмотря на то, что первые большие выходные позади, угроза пожара на природе актуальна. И даже если, например, у дачников все готово к борьбе со стихией, и все по правилам, не стоит расслабляться. Ведь горят даже самые подготовленные. Об этом Карин Закирьянова. Этот водоем не для отдыха. Он рассчитан на всякий пожарный. Если одна из дач загорится, то воду для тушения огнеборцы возьмут здесь. Председатель садового товарищества Александр Шевченко следит за водоемом очень тщательно. Велела скосить траву, отсыпать дорогу и даже знак установили. К сожалению, этот знак украли. О чем я очень сожалею. Это не из местных. Это те, кто собирает металлолом. Я не буду говорить, кто. Это садовое товарищество. Вообще одно из самых образцовых с пожаром. Тут знают, как бороться. Есть сирена, вышка, огнетушители и не только. Правила распечатаны и установлены на видном месте. Еще одно противопожарное требование – это наличие дорог. Они должны быть достаточно широкими, чтобы в случае чего пожарная машина смогла проехать. Но вот этот грузовик здесь стоит уже несколько недель. С хозяином вели беседы и все без толку. А между тем машина загораживает проезд. Правда, ездит пожарный сюда не так часто. В прошлом году был всего один случай. Виноват сам садовод, конечно. Не соблюдал правила электробезопасности. Включил обогреватели вышеположенного вида мощности. Сам хозяин не пострадал. Сгорело жилье. Потушили огонь, кстати, самостоятельно. Пожарных просто не дождались. Приехали только через час сорок. Когда уже практически все сгорело. Конечно, большая просьба пожарникам знать схемы садоводческих товарищей. А то они приезжают и говорят, вот мы долго до вас ехали. Ну, это, конечно, что это такое. Теперь схема садового товарищества тоже висит на видном месте. Больше, правда, здесь никто не горел. Но, как говорится, пусть будет. На всякий пожарный. Крина Закирьянова, Алексей Красных, Сибин, Форумбюро. Еще одна опасность, которая подстерегает нас на природе. От укусов клещей уже пострадали 523 человека. В майские праздники обращались в два раза чаще. Диагноз энцефалит пока, к счастью, не поставили ни одному из пациентов. Тюменцы поступают в стационар с признаками ОРЗ. Ведь клещи передают много вирусных заболеваний. Определить, может быть, легкие формы, лихорадочные формы клещевого энцефалита, стертые формы и также лаймборолиозом можно будет при обследовании стерологическом, которое проводится на 10-й день от момента заболевания. Всем без исключения пострадавшим обязательно вводят иммуноглобулин. Обработка территории от клещей начнется с 13 мая. На каждом из 22 зон отдыха появится специальная табличка. Впереди обзор событий, о том, какую поддержку получат ветераны в преддверии праздника и многом другом. Коротко, мои коллеги. Тюменским ветеранам сегодня вручили награды. Это тюменцы, сражавшиеся на фронте, вдовы и труженики тыла. В торжественном приеме приняли участие глава администрации города Тюмень Александр Мор и депутаты областной думы. Напомним, из 11 тысяч тюменцев, ушедших на фронт, вернулись лишь 5 тысяч человек. В преддверии 9 мая все ветераны получат поддержку. Открыт счет победа решается вопрос и с улучшением жилищных условий ветеранов Великой Отечественной. Мы осуществляем ремонт помещений, жилых квартир, там где проживают ветераны. В этом году в бюджете 2013 года мы в два раза увеличили эти расходы. И сегодня 5,650 ветеранов у нас получат субсидии на ремонт квартир. Лучшую регистратуру ищут в Тюмени. Дело сложное, ведь оценивать нужно по трем параметрам. Вежливость, компетентность и оперативность персонала. Проголосовать может каждый способов несколько. Оставить отзыв на сайте Департамента здравоохранения или отправить на электронную почту. Но и по месту обращения тюменцы могут заполнять анкеты и оставлять их в специальных ящиках поликлиник. Выставлять баллы регистратурам будут не только пациенты, но и экспертная комиссия. Победителя назовут в конце года. А вот что будет с регистратурами, собравшими урожай отрицательных отзывов, пока неизвестно. Банкир птенцы Гнезда Петрова познакомиться с ними и другими оригинальными персонажами можно на новой экспозиции. В музее изобразительных искусств открылась выставка «Приятели Пловди в Таро-Тюмень». Своё название она получила в честь трёх городов, в которых сейчас живут друзья-художники. Все они выпускники тюменского училища искусств. Мастера предлагают своё видение обычных вещей. Например, практически каждая картина театрального художника Владимира Сафронова – это, по сути, маленький спектакль. На основании его коллажей можно сказать, что он человек остроумный, такой вот фантазёр. С другой стороны, он хорошо ориентируется в искусстве, в мировом искусстве, допустим. Тюменские крыши обновят. Капитальные ремонты кровель в некоторых местах уже идут полным ходом. Например, пятиэтажкам на улице Садовой 111 и 113 больше 30 лет, и впервые их верхушки обновляют. Чтобы отремонтировать одну кровлю, понадобится почти 5 миллионов рублей и 4 месяца работы. А чтобы подрядчики не вышли за отведённые им сроки, их тщательно проверили. На ремонт каждого объекта подавалось достаточно много заявок, но требования, в том числе и методическими рекомендациями, предусмотрены очень жёсткие. Там и финансовое состояние этой компании, и срок работы на рынке не менее трёх лет. И, соответственно, обязательное требование в данном конкурсе, что все работы подрядчик производит самостоятельно, своими силами, не привлекая субподрядные организации. Для капитального ремонта в этом году отобрано 320 многоквартирных домов. Советы жильцов должны стать первыми контролёрами и работать совместно и с управляющими компаниями, и с подрядчиками. Подробнее об этом поговорим с заместителем директора департамента городского хозяйства администрации Тюмени Артёмом Чертовым. Здравствуйте, Артём Евгеньевич. Здравствуйте. Ну вот хочется сначала уточнить, активно ли жители идут на такое сотрудничество? На сегодняшний день у нас в городе Тюмени уже проведено 118 конкурсов по отбору подрядных организаций. Это начальный этап производства работ, то есть отбирается подрядная организация для производства работ. И на сегодняшний день хотелось бы констатировать тот факт, что собственники жилых помещений очень активно участвуют в процессе именно отбора подрядных организаций. Хорошо, вот вы говорите, что всё начинается с отбора подрядных организаций. Как в целом работа будет организована, уже переходя к ремонту и контролю над этим? Отбирается подрядная организация. По результатам конкурсного отбора заключается договор подряда. Договор подряда заключается трёхсторонний. Это управляющая организация, как заказчик производства работ, служба технического контроля, как уполномоченная организация на проведение технического контроля за ходом производства работ и подрядная организация, которая отобрана по результатам конкурса. Хорошо, тогда вот что касается собственников. Вот они здесь какую роль играют? На весь процесс производства работ собственники активно должны участвовать, контролировать сроки проведения работ. Вот вся информация собственникам представляется по их запросу заказчикам, то есть управляющей организацией. В случае выявления каких-то недостатков, если это у нас собственники являются квалифицированными специалистами, тогда собственники обращаются в службу технического контроля, то есть уполномоченную организацию, которая осуществляет технический контроль. Если же, по мнению собственников, какие-то виды работы выполняются некачественно, то они также обращаются к курирующему лицу, ответственному от службы технического контроля. По результатам обращений проводится сразу комплексная проверка. В случае выявления недостатков или действительно каких-то нарушений в ходе производства работ, технологии производства работ, выдается предписание и указывается строк для устранения. Артем Евгеньевич, вот вы говорите о тех людях, которые маломальски где-то, но понимают в строительстве и каком-то там монтаже, возможно. Но я вот как человек совсем другой профессии, специальности, я как буду, что я буду контролировать? Ну, у нас на сегодняшний день, по крайней мере, собственники, которые участвуют в процессе, то есть всего капитального ремонта, это, как правило, очень инициативные граждане. И поэтому, даже если собственник сомневается или не уверен в том, что работы выполняются качественно, для этого у нас и создана служба технического контроля, которая сразу же оперативно осуществит выезд и проверит, правильно или неправильно выполняются работы. Если говорить все-таки о капремонте, да, уже, то здесь вот выполняется ли он с каким-то учетом, наверное, энергоэффективности? При производстве работ по капитальному ремонту систем электроснабжения внутридомовых, это устройство соответствующих осветительных приборов в местах общего пользования, там имеющих оптико-акустические какие-то, как бы, механизмы, способствующие энергосбережению. При замене внутридомовых инженерных систем отопления, это применение различных, как бы, новых технологий, это блочных индивидуальных тепловых пунктов, это применение балансировочных кранов и, как бы, по всем видам работ, то есть, прежде всего, учитываются требования к энергоэффективности. Что ж, Артем Евгеньевич, спасибо вам, что пришли, я вам желаю, наверное, удачи в делах и в жизни тоже. Всего вам доброго. Спасибо вам тоже, всего доброго. О том, как получить качественную услугу от подрядной организации, мы говорили с заместителем директора департамента городского хозяйства администрации Тюмени Артемом Чертовым. Это точнее. Спасибо, что вы с нами. Подготовка к празднованию Дня Победы идет полным ходом. Присоединились к ней и тюменские полицейские. Сегодня они вспоминали имена сотрудников, которые погибли в Великой Отечественной войне и во время исполнения служебного долга. На новой мемориальной доске появились 18 фамилий. Они погибли в разные времена, при различных обстоятельствах. Но они сделали одно общее дело. Они погибли, защищая наших людей, своих земляков, граждан, защищая закон и порядок. Возложить цветы к мемориалу пришли родные ветераны внутренних войск. Завершили торжественную церемонию парадом военной и современной техники. Узнать из первых уст о том, каким трудом далась победа и что пришлось пережить, ветераны вспоминать не любят. Последний герой из села Луговое сделал исключение и рассказал свою фронтовую историю о долгой и нелегкой дороге домой. В этом доме живет последний ветеран в селе Луговое Афанасий Иванович Мелков. В этих местах он родился, вырос, отсюда отправился на войну, служил танкистом. И в четвертом сражении получил сильнейший ожог, когда снаряд угодил в машинное отделение. Пал между боевых ящиков, на мне все настало гореть, есть паровый бок. У меня руку тянет, ногу тоже так же тянет. Я пока еще молодой, еще в силе, силы набрал. Давай шевелиться, шевелиться. Смотрю, люк открытый. Через него и выбрался наружу. После было пять долгих месяцев в госпитале. От ожогов сильно пострадали руки. Афанасия Ивановича демобилизовали, но в родном доме уже никого не было. Я в этом дому остался один. Делать нечего, скота нет. Думаю, надо приобретать хозяйку. Сказано, сделано работать. Афанасий Иванович, несмотря на ранения, устроился трактористом в совхоз. Там и познакомился с будущей женой, Анной Петровной. С земли пахала, на тракторе работала. Тогда что, так ведь, на заготовку, я была маленькая, полненькая такая. Ага, меня вот послали учиться. В поле и познакомились, вместе построили дом, вырастили двоих детей. Вместе делили плохое и хорошее. Например, приятные новости из Москвы о будущей награде. Я говорю, какой награде? А за завтреченный труд. На моем счету я четыре раза в бой ходил, 16 танков подбил. А вот меня и наградили этим, вроде она красной звезды. С тех пор каждый в Луговом знает, кто живет в этом доме. Последний ветеран села Афанасий Иванович Мелков. Карита Закирьянова, Александр Вележанин, Сибин, Форумбюро. Истории тех, кто сражался за нашу страну и на фронте, и в тылу, в специальном проекте, посвященном 68-й годовщине Победы. Пока мы помним, мы живем. Моего прадедушку звали Анатолий Иванович Олегжанин. Он родился в 1924 году. В мирное время работал учителем. Когда началась война, ему было всего лишь 17 лет. Но в 1942 году он со своими друзьями пришел в военкомат и попросился на фронт. Он воевал под Салимградом, где получил тяжелое ранение в голове. Уже в мирное время мой прадедушка получил медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Все это мне рассказала бабушка. Я горжусь своим прадедушкой. Он воевал храбро. В эти дни каждый ветеран войны получит поздравительную открытку. А некоторые сразу несколько. Например, ветеран войны Алексей Григорьевич Галиндеев за вчерашний день получил более 20 писем от тюменских школьников. Принесли из 59-й школы. Это написали ученики всех классов. Начиная с 1-го, так и до 10-го. Душевные письма. Они все у меня сложены. Можно почитать, посмотреть. Также ветерану вручили поздравления от президента и не одному ему. Более 24 тысяч участников и ветеранов Великой войны получат президентские открытки. Ветераны реагируют очень по-разному. В прошлом году, когда мы поздравляли, ветераны прослезились, приглашают чай попить, посидеть, поговорить, рассказать. Мы вообще всегда с душой принимаем. Даже на улице люди останавливаются, просят сфотографироваться. Накануне 9 мая над Тюменским мостом влюбленных водрузили Знамя Победы. И те, кто не побоялся дождя и ветра, уже успели им полюбоваться. Также гостям вручили георгиевские ленточки. Акция проходит в Тюмени уже третий год, но каждый раз ее организаторы, активисты молодой гвардии, стараются ее разнообразить. Последние два года мы делаем ее вечернюю, специально для того, чтобы можно было еще продемонстрировать хронику взятия Берлина. То есть, чтобы акция несла не просто такой акция ради акции, а чтобы она еще несла некий образовательный характер, просветительский такой. Поэтому вот в вечернее время, конечно, по технике безопасности уже опасно бы по вантам моста было забираться. И поэтому это делает группа из трех человек практически очень символично, как это было в Берлине в 45-м году. И там уже специально оборудуется подсветка. Знамя для акции ежегодно шьют новое, ведь сибирская погода не щадит материал. Размеры флага приближены к оригиналу. Два метра на метр сорок. И еще о подготовке к празднику. 7 мая пройдет репетиция парада. Для прохождения войск и оркестра с 7 до 10 вечера перекроют улицу Республики от Челюскинцев до Арджи Никитзе. Поэтому в центр лучше не ездить. А вот в новый магазин стройматериалов наведаться стоит. Там можно найти много интересного. О покупке без консультанта подробнее Анастасия Щербакова. Для компании «Строительный двор» открытие розничного центра «Наширодное» – своеобразный эксперимент. Магазин особенный. Во-первых, потому что самый маленький из всех своих тюменских собратьев. А во-вторых, он расположен в жилом доме. Тем не менее, здесь разместился весь ассортимент товаров для строительства и ремонта. От гвоздей до кровельных материалов. Жители микрорайона рады такому соседству. Конечно, под носом сходил, заказал, привезут. Чего маленькое они здесь у них в наличии, а то со склада привезут. Причем бесплатно, независимо от объема покупки и расстояния. Такая приятная услуга будет действовать весь первый месяц работы магазина. Кроме того, каждый новый покупатель получит в подарок накопительную дисконтную карту. Она является единой для всех розничных центров строительного двора. Очень хорошо и близко, и удобно. Всю доставку, все во время. Мне нравится строительный двор. Всем рекомендую сюда строительный двор. Самый хороший магазин в тюмене. Обслуживанием клиенты тоже довольны. Ведь к их услугам подбор и расчет материалов, колеровка и доставка товаров по звонку. Кстати, в новом магазине на Широтной появился первый интерактивный терминал. Теперь покупатель может сделать заказ, не обращаясь за помощью консультантам. Здесь выбираем любой товар. Можно выбрать внутреннюю отделку, наружную. Весь ассортимент, который представлен в строительном дворе, теперь есть вот в этом мониторе. Все очень просто. Выбираем товар, изучаем подробную информацию о свойствах, размерах и цене. Нажимаем виртуальную кнопку «Купить», а затем «Подтвердить». И все, заказ оформлен. Осталось только подойти к кассиру и платить покупку. Анастасия Щербакова, Вадим Панфилов, Сибинформбюро. У кого сезон ремонта, а у кого театральный. Ангажемент подвел итоги. Молодежный театр выпустил шесть новых спектаклей. Получил гранд правительства и готовится к юбилейному 20 сезону. Зрители порадуют сувенирами и обновленным сайтом. Что касается премьер, надо над одной из них трудится выпускник Гетиса, режиссер Антон Маликов. Он поставит пьесу Виктора Розова с вечера до полудня. Розов, он довольно написал мелодраму. И мне не хочется, чтобы в этой пьесе герои вызывали жалость к себе в этом спектакле. Поэтому есть некие сокращения, будут некоторые добавления. Так думаю, что и Чехов сюда тоже войдет. Ну а летом по традиции в Ангажементе будет множество детских спектаклей. Премьеру сказочной истории «Аистенок и Пугало» можно увидеть 1 июня. К новому сезону готовятся и загородные детские лагеря. Первых ребятишек здесь ждут уже в конце мая. Мои коллеги побывали в одном из них и убедились в том, что здесь даже по маме скучать будет некогда. Это раньше дворники махали метлами. Теперь в загородном детском лагере дорожки чистят таким вот ветродувом. Большую территорию начали готовить задолго до приезда школьников. Аккуратные газоны, свежеокрашенные бордюры и лавки, отремонтированные корпуса. Вот он, идеальный порядок. Сейчас я вам показываю актовый зал. Директор Надежда Полешко довольна результатом. Правда, главного невооруженным глазом все же не видно. Новая система вентиляции и освещения, и специальные негорючие материалы для сцены. Безопасность превыше всего. После капитального ремонта мы обязательно включили доступную среду для того, чтобы даже дети-инвалиды могли у нас проходить оздоровление. Специально для инвалидов-колясочников даже в туалетных комнатах сделали поручни. Современным требованиям теперь соответствует и пищеблок. Из привычного остались разве что кастрюли, остальное все новое. Пара конвектомат, лапшеварки. Чтобы готовить пищу с помощью такой техники, повара ездили на учебу. Качество, оно как на пару все это сделано. И действительно вкус блюда совсем другой, чем приготовлено в обыкновенном баке. Летнее меню составляли с учетом детских предпочтений. На любой вкус будут и развлечения. О том, чем занять детей, думала целая команда педагогов. Для каждой из четырех летних смен разработали свою неповторимую программу. Пытаемся сделать так, чтобы было не скучно, чтобы не скучали по маме летом. За зиму подготовили и вожатых. В «Радуге» больше 40 человек обучили работе с детьми. Вожатые есть, как вожатые няньки, которые только следят за детьми. Есть творческие вожатые, есть вожатые звезды, которые ставят номера на сцене. Абсолютно разные, поэтому таковых критериев нет. Главное, чтобы этот человек готов был работать с детьми и был ответственным, в первую очередь, за жизнь и их здоровье. Этим летом в «Радуге» отдохнут 700 школьников. И хотя погода пока не балует, здесь каждый чувствует – каникулы уже совсем скоро. До заезда первой смены осталось меньше месяца. «Радуга» почти готова к приему детей. Осталось только посадить цветы и обработать территорию от клещей. Анастасия Косомова, Александр Гришин, Сибинформбюро. У православных началась Светлая Седмица. Так называют неделю, которая следует за Пасхой. В Тобольский светлый праздник отмечали ученики воскресных школ со всей области. Вместе с архиепископом Дмитрием 235 юных паломников побывали на открытии православной выставки в Краеведческом музее. На ней представлены холсты, отреставрированные в мастерских иконописных школ столицы. Например, полотно на библейскую тему «Апокалипсис» – шедевр 17 века. Младенец Иисус Христос, а по бокам сцены, начиная от рождения Иисуса Христа и заканчивая его страстями, которые он претерпел. Здесь создавались эти памятники, здесь писались, и теперь они возвращаются к людям, и люди могут прикоснуться к истории. На торжественном богослужении в Софийско-Успенском соборе архиепископ Дмитрий призвал верующих к любви и состраданию. Христос воскрес, воистину воскрес. И это на самом деле так, и нужно верить в это, и верить в чудо главное, что оно произойдет. Христос воскресе! Воистину воскресе! На этом у меня все. Удачной вам недели и только хороших новостей. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова